Я его называю «Мягкая классика». Давай перекрасим, пока не поздно, чтобы здесь происходили какие-то чудеса. Буду видоизменять в других квартирах. Казахско, итальянский стол. Кровать, тумбы – это тоже в женский итальянский стиль. Много здесь перекрашивали. Обожаю эту комнату, мне кажется, она идеальная. И это очень важный для меня проект. Всем привет, я Фарис Мамедов. Вы смотрите «Твой интерьер» на Femme Life. Сегодня у нас обзор очень уютной, нежной квартиры для большей семьи и интерьер которой можно условно назвать «Мягкая классика». Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Привет, меня зовут Эмирис и добро пожаловать в мой интерьер. Мы находимся в квартире в жилом комплексе «Сентай-Сити». Квадратура здесь 145 квадратных метров. Ремонт начался на черновой стадии, то есть здесь были просто стены. И мы уже сами разбивали на планировку. Квартира задумалась для четырех человек. Я ее делала для своих родителей, и это очень важный для меня проект. Здесь высота потолков была 3200. Мы ее немножко опустили, чтобы все спрятать. Сейчас она осталась 300 где-то. Здесь у нас три спальни, зал и кухня, и два санузла. Еще есть небольшая прачечная и библиотека. Проект я разрабатывала около двух месяцев. Ремонт длился около шести месяцев. Но здесь была совершенно небольшая бригада. Один человек у него был помощник, и поэтому я думаю, чем больше рук, тем быстрее это все на самом деле. Бюджет здесь примерно 35 миллионов. Но еще важный момент. Очень большое количество мебели на самом деле уже имелось у родителей. Они перевезли ее из дома. Ее я не считала. Итальянская мебель, которую они давно уже тогда купили, и мне кажется, это тоже какая-то надбавочная стоимость к общему бюджету была бы. Вообще интерьер, я его называю мягкая классика, потому что до этого родители всегда жили в домах или в квартирах, где какие-то были классические элементы, поэтому не хотела никого шокировать и создала такое довольно, да, приближенное к ним пространство. Цвет стен здесь, он называется осенний экванокс. Это такой серо-бежевый, очень приятный. И он повторяется по всей квартире и объединяет всю квартиру. Еще у меня была важная для меня идея, потому что я так долго не жила с ними. У меня была какая-то ностальгия по идее дома, где все собираются, где у каждого есть свое пространство, куда он приезжает с детьми, с мужем, но при этом есть какие-то объединяющие пространства. Я видела такое часто в фильмах, там были библиотеки, какие-то dining rooms, и я тоже хотела сделать маленькие такие элементы, поэтому я вписала сюда библиотеку, хотя квартира вроде небольшая, но она все равно поместилась. И что мне нравится в этой библиотеке, то что она сделана, она шпанированная, и если бы мы ее заказывали здесь, это было бы на самом деле намного дороже, но мы ее заказали из Икея, и заранее как бы просто продумали под нее короб, и потом ее вписали, и мебельщик уже доделал немножко элементов, чтобы закрыть небольшие стыкни. То есть этих ниш изначально не было, это все выстраивали специально под конкретные мебели? Да, и вообще я подумала, что это классная идея, и то же самое дело в другой квартире, где мы брали книжные шкафы Икея, которые недорогие, потому что у них масс-продакшн, как бы это выходит намного дешевле, чем если мебельщик подел бы. Раньше, это было недорого раньше, когда Икея была. Ну да, 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 мы закончили ремонт немножко, когда, до того, как это все на самом деле началось. Да, и, ну мне кажется, любую мебель, в принципе, если вам понравилась какая-то мебель, очень часто бывает, что компании распродают, например, кухню или распродают какую-то мебель, потому что они меняют свою экспозицию, и в этот момент можно ее взять с хорошей скидкой, и просто во время ремонта продумать под нее ниши, и потом вписать в эту библиотеку. На полу у нас плитка, это моя не сбывшаяся мечта на самом деле. Я хотела сделать из керамогранита панно, я сделала рисунок, такой довольно абстрактный, но это выходило безумно дорого, но мне все равно хотелось создать эту идею небольшого панно, и поэтому мы нашли плитку из керамогранита. Тут есть фейк-стыки, есть уже настоящие стыки, но при этом кажется, она такая более 3D. В какой-то момент, который я взяла из этой квартиры, который я буду видоизменять в других квартирах, я, наверное, везде буду делать одинаковое покрытие, потому что мне очень нравится эта плитка, мне очень нравится эта плитка, мне очень нравится паркет, но мне кажется, когда ты находишься в одной комнате и потом смотришь в перспективу, комната прям сразу становится ограниченной. Отсекается, да? Да, сразу нет вот этого ощущения, что пространство течет из одной комнаты в другую комнату. Всем привет! Ни для кого не секрет, что ремонт процесс весьма энергозатратный, как для дизайнера, так и для заказчика. И я сейчас говорю не о том, как сложно подбирать идеальную плитку, паркет, диван или кухонный стол, но еще и о том, как все это доставить на объект вовремя и в срок. Когда я сам переезжал в свою квартиру, у меня тогда еще 22-летнего парня вещей собралось на целую грузовую газель. Ну а что говорить о больших семьях, когда нужно перевести в новое жилье и детские сани, и домашнюю качель, кровать, диван, бабушкин ковер и целую библиотеку, ну и сами знаете еще много всего другого. Решить вопрос быстро и экономично можно с приложением InDrive, которое напрямую соединяет водителей и заказчиков. Если вы еще не знали о нем, то я поделюсь с вами лайфхаком, которым пользовался при переезде сам и который смело советую всем своим заказчикам. Заходим в приложение InDrive на мобильном телефоне, переходим в раздел Грузовые. Это функция, которая помогает перевозить тяжелые вещи в грузовике за цену, которую вы предлагаете сами. Указываем адрес пункта А и пункта Б, время доставки, описываем груз, что это будет мебель, коробки с вещами, строительные материалы и так далее. Выбираем тип кузова, можем добавить фото груза, чтобы визуально уточнить его объем и так далее. Ну и конечно же сами назначаем желаемую цену. Далее мы размещаем заказ и ожидаем предложений от водителей. Сразу же после публикации вам начнут поступать предложения от водителей, из которых вы сможете выбрать самый подходящий вариант, ориентируясь по рейтингу, отзывам, типу автомобиля и так далее. Быстрое время поиска, выгодные цены, которые вы выбираете самостоятельно. Опять-таки широкая вариативность, вы можете сами выбрать тип автомобиля и размер кузова. И конечно же полная безопасность. Все водители в приложении InDrive официально верифицированы и имеют все необходимые документы для того, чтобы работать с вами. С InDrive любой переезд или перевозка груза становится в разы легче. Говорю вам на личном опыте. Ну а убедиться в этом самостоятельно вы можете уже сейчас установить приложение в свой мобильный телефон. Ссылку на него вы можете найти в описании под этим видео. Поэтому смело переходите по ссылке для того, чтобы детальнее ознакомиться с подробностями. Ну а мы продолжаем наш рум-тур. Кухня — это было место споров. Потому что, ну она, как хотела ее мама, она хотела ее довольно-таки казахской, чтобы она была закрытая, чтобы здесь происходили какие-то чудеса. И потом в гостиную выходили уже готовые блюда. Но опять же у меня была какая-то идея того, что это должно быть что-то более открытое. Мне хотелось, чтобы мы все вместе здесь разговаривали, пока мама готовит. И конечно я хотела здесь, чтобы это был стеклянный витраж. Мама хотела телевизор, поэтому и стеклянный витраж не получился. Но у нас появились компромиссы. Один из основных — это морозильник, потому что у нас есть морозильник. И я знала, что будет морозильник. Мы его спрятали, и он выдвигается. И он на самом деле полный. Я его даже сейчас открывать не буду, потому что это такая вещь, которая реально используется. И да, я не знала, куда его запихнуть, потому что он просто никуда не влазил. Он был огромный, и поэтому мы его просто спрятали в острове. И я очень рада, что это поступил. Мне кажется, это идеальное решение. Да, мне тоже очень. Как это называется? Савлым, да? А? Савлым называется, да? Да, там савлым, но мама еще очень любит овощи свежие, когда сезон есть, это все покупать. Он вот сейчас прям набит. То есть вы открываешь, он вот так вот находится. То же самое с холодильником. Мама не хотела маленький встроен, она хотела такой огромный. Мне хотелось, чтобы все было такое скрытое, нюансовое, но классно, что это работает. Но если, опять-таки, мы говорим про классику, например, в американской классике очень часто холодильники стоят отдельно стоящие, такие остальные. Да, согласна. Согласна, на самом деле. И холодильник классный, его открываешь, но как целая комната, просто на самом деле, поэтому я тоже рада. У нас было здесь три мебельщика, четвертая компания, на самом деле, это все заканчивала, потому что у нас был знакомый мебельщик, который нам делал дом. Мы жили в городе Висык, и он нам почти всю мебель в доме делал. Мы его пригласили, он исчез, потом другое что-то. В итоге мы просто оказали в компании, и мы очень рады, что они нам сделали. Фартук? Фартук – это керамогранит, тоже несбывшийся мечта о мраморе. Ну, мрамор, мне кажется, он очень такой, на самом деле… Вредный, капризный. Очень капризный, да. Керамогранит – такая мощная, мощная материала. Мама нашла от керамогранита, я хотела немножко другой, но этот был испанский, кажется, и тоже он был на огромной такой скидке. И широкоформатный керамогранит, на самом деле, ну, не дорогое удовольствие, дорогое удовольствие, он довольно-таки дорогой. А тут у него была прям такая доступная цена, и она просто обняла, говорит, все, мы его берем, и поэтому мы уже его вписывали, как есть. И не так много людей, которые работают с керамогранитом, как будто бы, не знаю почему, хотя сейчас такая вроде common штука. Я извиняюсь за все эти английские драйвки слова, я не специально, когда я нервничаю, я всегда так делаю зачем-то. Да, очень сложно было найти мастеров, которые могли его нормально сделать, но в итоге мы нашли. Столежка тоже из него сделана, да? Да, столежка тоже из него сделана. Мы не до конца еще переехали, поэтому некоторые предметы есть, нету, но очень много керамики, это все керамика Айсулу, Санат, Серамикс. Это дочка маминой подруги, с которой они вместе учились в школе, потом они вместе учились в университете, и у нас такие похожие судьбы, но до этого года мы друг друга не знали, и только в этом году мы познакомились. Я ей безумно горжусь, потому что у нас возраст где-то похожий, но она прям предприниматель, со студией, и она делает большое дело, а она работает именно с особенными детками, потому что у нее братишка особенный, и у нее как-то, мне кажется, не знаю, сердце более открыто к этому, и она всегда устраивает мастер-классы, и каждый раз, когда я их не прихожу, в этом месте столько света, на самом деле, она прекрасная, и я очень рада, что могу показать эти предметы, немножко рассказать про нее. Здесь должен был быть стол, может, он еще появится, и телевизор. Ну, потом родители согласились, что нужно было делать витраж, хотя я прям очень просила, я говорила, будет классно, будет такое ощущение, что это все пространство одно, будет свобода, воздух. А давай покажем двери? Давай. Просто такие двери, стояла на стекле, тоже отвоевывала, на самом деле, стекло. Но все равно, эффект этого единого пространства, он так или иначе есть. Да, мне еще нравится, что здесь немножко круговая, получается, циркуляция, то есть, ты можешь идти отсюда, ты можешь идти оттуда, вы часто, когда много здесь народу, на самом деле, это очень классно работает, чем когда, если была бы только одна дверь. Ну, мы здесь сделали еще высокие проемы, тоже тут ощущение дома, какого-то, который я хотела привнести сюда. Здесь сделали высокий проем, и в зале тоже, в зале не стали делать дверь, просто подняли. Пройдем? Да, давай. Стол огромный, ужасно тяжелый. Традиционный казахский стол. традиционный казахско-итальянский стол, на самом деле. Мне нравится казахско-итальянский, формулировка. Он такой и есть, потому что я так раз бралась в пик того времени. Это, мне кажется, уже такой культурный артефакт того времени, на самом деле. И я знала, что вся эта мебель сюда приедет, и поэтому я делала такой, да, такой мягкий интерьер, чтобы это все вписалось. И мне на самом деле очень нравится, как он вписался. Мне кажется, он классно туда встал. Да. Так, я хочу обратить внимание, что по всей квартире нет кондеров, да, и есть общая система кондиционирования. Да. Везде решетки мы видим. Да, это удобно, но сразу скажу, что эта система называется скрытая, но у скрытой системы очень много технических моментов, которые на самом деле съедают потолок в коридоре, но мы это все расположили в коридоре, как бы там чуть ниже потолок, а здесь как бы чуть выше. вся ценная часть находится в проходной зоне, да, а уже в каждой комнате вводится только решетка на потолке. то есть там нам нужно было пускать потолок где-то на 400 или на 300, ну, значительно, как бы для квартиры. Тоже ниши для TV-зоны, такой камин, имитация камина, да? Да, там должен был быть настоящий камин, тоже сделала модборды, показывала своим заказчикам, родителям, что будет классно, уютно, я не скажу, сделай просто. Там мы вскрыли проектор, мы очень любим смотреть фильмы, весь карантин мы просто смотрели разные фильмы, каждый раз выбирали какую-то одну страну, индийский фильм или корейский. Карантин уже были здесь? А? Нет, мы были в Астане, но просто вот идея того, что нам нравится собираться вместе смотреть фильмы, она у меня осталась, и поэтому я хотела проектор, хотела саундбар, мы это все встроили, нам нужно было пропускать HDMI кабель по потолку во время стройки, но сейчас, мне кажется, проекторы намного более современные, они все через Bluetooth соединяются, и сейчас, мне кажется, можно все намного легче сделать. уже без подвисающих, подвисного. Да, в тот момент мы сделали это вот так вот. Интересная система вот здесь с хранением вдоль стены, для чего это решение было сделано? Ну, во всех комнатах мне хотелось, чтобы были места для индивидуации, чтобы можно было что-то выставить, и поэтому я хотела, чтобы это была вот такая, такой пьедестал, куда можно ставить фотографии, какие-то вещи, витрина, и у мамы очень много альбомов, и мне кажется, у всех всегда в зале была какая-то стенка, и поэтому это мышление как-то въелось уже, поэтому они на самом деле полные, не знаю, что там, но там очень много всего на самом деле. здесь я уже ставила как бы для каких-то элементов для телевизора, чтобы они тоже так спрятались, и не было их видно. Ну и получилась такая паясывающая история, если посмотреть, то TV-зона, вот эта вот стенка и диван в одном цвете, плюс-минус, как будто бы обнимают комнату с фифтами. Здесь у нас прачечная, мне кажется, классный интерьер обязательно должен интегрировать в себя какие-то бытовые вещи, чтобы это было красиво, чтобы где-то у нас не стояла стиральная машина, где-то чтобы не было сушения, сушилка открытая, поэтому сюда ее вписали. Это не самая красивая комната, но я немножко тоже приоткрою. Так, тут есть свет. Тоже из габаритных предметов. У мамы такой утюг, она его очень любит, она не любит паровые, она любит именно вот эту вот махину, и нужно было сделать для нее маленькую комнату. Еще мы вывели провод, мы еще не купили, но здесь электрическая тушилка, которая опускается, она подувает одежду, поднимается. Это санузел. Это была первая комната, которая собралась вместе, потому что очень долго шел ремонт, и очень долго это все как-то было не собрано, было еще непонятно. Я-то знала, что мне казалось, что все получится хорошо, хотя мы работали без визуализации, но это вот первая комната, куда принесли тумбу, сделали керамограницу, это выложили, и все, я подумала, что все будет хорошо после этой комнаты. Да, душ, санузел. Здесь достаточно высокий порожник для душевой. Да. Честно, не могу сказать, с чем это было связано. Просто технический момент. Да, какой технический момент. Сейчас, мне кажется, намного лучше делать вообще без порошка, потому что комната переходила. Но на тот момент, пока сделали ее так. Сейчас стараюсь без порошков сделать. Идем дальше. Да, перейдем в комнату, у которой было больше всего споров. Эта комната моего братишки она на самом деле самая любимая, потому что здесь живет только мама и папа, и то, как бы, они постоянно уезжают, и они по настроению, когда мама спит в этой комнате, потом она захочет, она спит в той комнате, но здесь она спит больше всего, потому что, да, ей нравится какая-то такая обалакивающая атмосфера. Я всегда хотела, чтобы эта комната была темная, потому что я знаю своего братишка, мне показалось, что он очень, он любит петь, он музыкант, и ему нравится такая немножко... Творческая среда. Да, творческая, ему нравится быть эффектным, я подумала, что будет такая эффектная атмосферная комната. Но когда мы ее покрасили, когда ничего не было, постоянно все заходили и говорили, давай перекрасим, пока не поздно, сейчас встанет мебель, мы не сможем перекрасить, слишком темная. Мама говорила, ты его никогда не любила, поэтому я сделала ему самую маленькую комнату. Я пыталась успокаивать, говорю, потом перекрашу, если не пойдет, перекрашу. Но потом, когда все уже стало, да, всем она нравится. Сейчас немножко света не хватает, но когда она залита светом, она классная, или когда вечернее освещение, тоже она очень такая уютная. Кровать разбавляет очень хорошо, это темный цвет стен. Да, да, кровать мы купили у Кудьярова, и это тоже было... Как бы она была не запланированной покупкой, мы заказывали диван, и он менял экспозицию, и на самом деле распродавалась хорошей скидкой, очень много всего, и вот эту кровать мы взяли, потому что, да, такая бежевая и подходит. Кстати, на полу везде паркет, правильно? Да, очень люблю этот паркет, классный цвет, очень нравится, идеально, мне кажется. Мебель это икея, да? Да, это икея, у нас очень много, на самом деле, этих элементов, но не очень много, 3-4 штуки, которые мы успели, да, привезти, заранее заказать. А этот шкаф уже сделался, конкретно в солярке подразмерно, Он раздвижной купейный, правильно? Да, он купейный, потому что, ну, я думала, здесь будет кровать, и было бы, конечно, удобнее, чтобы, я сейчас не знаю, что происходит, потому что там вещи, как-то так разбросаны, видно, что шкаф большой, и много чего не поместится. Он очень вместительный, да, он очень вместительный, у всех в этом доме очень много вещей, поэтому хранения здесь очень много, потому что оно необходимо, и оно уже заполнено, на том деле, в притык. Это зона в родительской спальни, здесь очень много хранения, опять же, потому что очень много вещей, мамина сторона, папина сторона. Комната бесконечная. Да, зеркало, любимый прием. Обязательные шкафы для жук-курпе, потому что они есть. Да, я хотела эту комнату сделать немножко другое, я хотела сделать ее темно-бордовой, и мы делали выкрасы, выкрасили часть стены, но не смогла. Если черную как-то не согласились, здесь они сказали нет. Мне кажется, тоже было прикольно, она была как шкатулочка, тогда получилось бы. Это спальня, кровать, тумбы, это тоже вот казахский, итальянский стиль, но они мне нравятся, они такие прикольные. По идее, классно иметь какую-то уже имеющуюся мебель, потому что она не совсем та, которую сейчас можно легко найти, у нее есть уже какой-то характер, своя какая-то идентичность. История. И очень прикольная мебель на самом деле. Но просто сделали под нее такую спокойную комнату, чтобы это все встало. И кровать очень большая, тоже хотелось ничего такого яркого здесь не делать, чтобы она забирала акцент. Люстра. Люстра тоже уже имелась, под нее нашла идеальные такие бражки, они, мне кажется, хорошо друг с другом сочетаются. Потом сделала ниши, да, хотела, чтобы там были фотографии, личные вещи, вот это все. А здесь... Этих сцен тоже не было, вы выстраивали специально, да? Да, она была просто, она была квадратная, там стояли привязки. Кстати, вот у нас в прихожей стояла единственная колонна, очень близко ко входу, и всегда получается так, что нужно что-то с ней делать, не получается сделать какую-то такую прихожую, чтобы она просто так открывалась и была более просторной. Все остальное уже выстраивали. Специально под размеры, шкафов, вот этого комода. Да, мне кажется, встроенная мебель, она всегда смотрится намного спокойнее. Всегда, ну, у меня такое ощущение, что, когда хочется добавить воздуха, интересно стать какую-то отдельную мебель, но в этой квартире я больше как-то придерживаю того, чтобы мебель исчезала немножко. Она вроде была, но и не была ее. Это больше макияжный столик или чисто такая декоративная какая-то вещь? Потому что сесть здесь не получится. Да, это стоящий макияжный столик. Я никогда не видела, чтобы мама садилась и красилась, но она бывает что-то возьмет и идет дальше, поэтому сделали вон такой высоте, ну и хотелось эту высоту тоже выдержать. Там я не хотела делать слишком много открытого хранения, потому что открытое хранение это классно, но и не классно, потому что нужно всегда немножечко смотреть YouTube-видео, пытаться это все собрать вместе и как-то это все красиво раскладывать. Поэтому я думаю, лучше пусть будет много закрытого хранения для личных вещей, а потом уже... Здесь мы делали декоративную штукатурку, сатин. Ну вот с декоративной штукатуркой, мне кажется, нужно быть осторожным, потому что когда мастер не совсем так и правильно ложит, она же как мазки, это по идее как картина, то есть нужно уметь выдерживать какой-то баланс того, как переходит потому что такая турка. Здесь мне в принципе нравится, но мне кажется, можно было тоже немножечко по-другому наверное ее сделать. Здесь я обязательно сделала сиденья, потому что я знаю, что мама любит скрабы, любит садиться, и поэтому мне обязательно хотелось немножко выделить такого места, чтобы это было удобно. Сделали много ниш, много хранения, потому что да, тоже очень много всего, что можно спрятать. И здесь умный унитаз? Да, здесь умный унитаз, вон у них родители в Астане есть, и они хотели точно такой же, потому что привыкли к нему. Столежка – искусственный камень? Да, это искусственный камень, его нужно было обработать, мы его еще не обработали, он у меня спрашивал, говорил, хочу ли я его сделать матовым или глянцевым, если сделаю глянцевым, вода будет как бы, когда она будет высыхать, будет более приятный эффект, я сказала, нет, я люблю матовые поверхности, но как-то нужно все-таки сделать глянцевые. Так. И теперь у нас осталась… Комната принцессы. Комната принцессы с самого входа, чтобы, возвращаясь ночью с бала, не водить всех остальных. Да, 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 это все было придумано. Ну да, раз уж мы это все записываю, на самом деле, хотела просто поблагодарить родителей через это видео, потому что я папина принцесса. Меня папа обожает, и он всегда поддерживал мои авантюры, когда я ему говорила, что я хочу просто поехать в Юго-Восточную Азию и жить там полгода. Он сказал, все, хорошо, езжай, хочешь в Америку, хочешь туда. Обожаю эту комнату, мне кажется, она идеально вообще подходит мне, описывает меня. И если даже ее менять, менять настроение, все равно как бы именно пространственные решения в комнате остаются. Я не могу никогда работать дома, но я почти всегда что-то делаю, что-то, зачем-то работаю. И поэтому мне важно, когда я работаю, не видеть кровать. Поэтому я создала себе там рабочую зону и здесь как бы уже спальню зону. Многое здесь перекрашивали, это столики, случайно их взяли. Кто-то их случайно взял за это, потом я их перекупила у них, потому что я видела, что в черном цвете они будут классные. Так они были ДСП и так они смотрятся, мне кажется, много стильнее. Здесь опять-таки опустили потолок немножко, да? Нет, здесь не опускали. Ну, вот здесь опустили, потому что так как бы идет хранение. А где я сейчас стою, была зона лоджии или это вот была цельная комната, просто ее так выделили аркой? Здесь не было ничего, не лоджии, не хватает лоджии. Так просто решение архитектурное, да? Да. И мне оно очень нравится, потому что, да, это каком-то по идее небольшая спальня, у меня точно такая же спальня в другой квартире, где я живу, и там помещается кровать и шкаф, а здесь как будто появляется идея того, что есть сценирование. в общем место как будто. еще мне нравится вот эта ниша, потому что на нее можно что-то складывать, что-то ложить. Мне кажется, всегда хочется что-то поставить рядом с кроватью. Это такое изголовье кровати, получается? Получается, да, да, и эта кровать, она еще с подъемным механизмом, тоже очень много хранения. Это же икеевская кровать, и она изначально была без изголовья, но к ней можно докупить изголовье, и можно докупить примерно такое изголовье, тоже с хранением, но здесь она хорошо как будто уже встала. Мне очень нравится эта люстра, мне кажется, она очень классная. Это, кстати, классное решение для людей, у которых комната, где они знают, что есть центр комнаты, но стол где-то сбоку или что-то такое, то есть ты все равно показываешь, что центр находится здесь, но при этом мне было удобнее, чтобы люстра была ближе к кровати, чем освещала эту зону. А откуда светильник? Светильник это Майтони. Друзья, на этом наш обзор подошел к концу. Я надеюсь, что видео вам понравилось, и вы обязательно поставите лайк и подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. Как обычно, я приглашаю вас в другие свои соцсети, ссылки на которые вы можете найти в описании под роликом. Там же вы можете найти аккаунт героини и другие полезные ссылочки. Спасибо большое, что были с нами, и до скорых встреч на FM Live. Пока-пока.